Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 21 год, весной будет 22, работаю, у меня среднее специальное образование, училась на воспитателя. Но подписались, работать не стала, потому что поняла, что точно не вывезу такую работу. Устроилась в детский сад, помощником воспитателя. Мне там не нравится работать, но пока терплю, и другого варианта работы не нашла. Вообще после колледжа решила отдохнуть год, потом уже определяться в каком направлении двигаться, поступать куда-то или нет. Я долго думала, выбирала специальность, и пока остановила свой выбор на одной. Документационное обеспечение управления и архивоведение. Чтобы получить второе среднее профессиональное образование. Все бы ничего, мне выбранная профессия нравится, разумнала чем занимаются специалисты по этому профилю, но я переживаю не пожалеть бы о своем выборе. Меня беспокоит то, что по специальности в дальнейшем могут и не принять никуда на работу, из-за не высшего образования. Оно ведь обычно в приоритете, или я не права. Я бы могла и высшее образование получить, но в нашем городе в вузах такой образовательной программы нет, только средней. Переехать в другой город ради обучения не имеет никаких возможностей. Я официально трудоустроен и сейчас, поэтому для меня хорошим вариантом будет учиться заочно. Думаю, другую профессию я бы не осидел. Я боюсь общения и не расторопна. Может быть мне кто-то что-то сможет подсказать, я просто потерянный, не знаю что делать и вообще не уверен ни в чем. Екатерина, видите ли, здесь вся штука в том, что вы свой вопрос формулируете одним образом. Ну, то есть вы его формулируете так, как будто хотите профориентацию пройти. Ну, пройти так это выглядит сейчас. А на самом деле ваш вопрос больше похож на личностную проблему. На проблему того, например, что вам тяжело общаться с людьми и вы не уверены в себе. То есть вы не доверяете себе. И если мы говорим о том, что вам подсказать, то конечно мы начинаем вести речь именно с основной проблематикой. Основная проблематика в данном случае, это именно то, что вы боитесь общения, а именно боитесь негативной оценки других людей. Скорее всего. И, собственно, вот с этого возможно имело бы смысл начинать работу. То есть именно вот с этого аспекта. Не с аспекта того, нужно ли будет вам, ну, высшее образование или нет. А именно с аспекта касающегося вашей уверенности или неуверенности в себе. Вот я бы, наверное, на это бы в большей степени постарался бы обратить ваше внимание. Именно это, как мне кажется, является весьма важным моментом, если мы хотим помочь вам себе разобраться. То есть, судя по тому, что вы описываете, ваша проблематика заключается именно в том, что вы как-то не особо в себя верите. Судя по тому, что я могу видеть. Вы не особо в себя верите, вы не особо на себя полагаетесь. Вот. И в этом, как мне кажется, присутствует, так скажем, основная беда. Понимаете, да? То есть, я бы вот, пожалуй, на это в первую очередь обратил бы ваше внимание. И уже дальше, уже дальше, после того, как повысил бы свою уверенность, научился бы, вот так скажем, себя чувствовать, научился бы замечать то, что со мной происходит, вот уже после этого, я думаю, что можно было бы начать вам двигаться именно в сторону выбора своей профессии, именно в сторону выбора себя. Пока что, мне кажется, что вы выбираете то, чем вы будете заниматься. Не столько исходя из того, что вам, допустим, нравится и хочется, столько исходя из того, может быть, где проще, где легче, где удобнее, вот. И это не так плохо на самом деле. Правда, это не так плохо, что вы думаете о себе. Просто здесь момент заключается в том, что боитесь вы пошелеть о своем выборе совсем не просто так. То есть вы боитесь пожелеть о своем выборе именно потому, что руководствуетесь, скажем так, не своими интересами в данном конкретном случае, а руководствуетесь вы больше, как мне кажется, именно вот какой-то такой безопасностью. То есть как бы, ну вот, пытаетесь вы руководствоваться здесь безопасностью. Дело в том, что вопросы безопасности не решаются путем выбора работы, путем выбора сферы работы. Мне кажется, что вот в этом смысле вы как будто пытаетесь, знаете как, вот, ну, спрятаться, что ли. То есть я вот сейчас спрячусь, спрячусь вот от всех людей, вот, и, значит, буду как бы работать в архивах. Все у меня будет в этом смысле, в этом плане хорошо. Но я могу пожелеть о своем выборе. Кстати говоря, страх пожелеть о своем выборе это тоже про страх оценки. Потому что, ну вот, дело в том, что мы-то живем в этом смысле. Один раз, вот, мы живем в этом смысле. Первый раз и мы никак не можем знать наверняка, какой выбор самый правильный. Да и нет его, этого самого правильного выбора, его не существует. Но вы хотите этот выбор сделать. Видимо, видимо именно по тому, что запрещается себе ошибаться, запрещается себе быть не идеальным. Вот. Перенеся это на других людей, вы, конечно же, существенно затрудняете вашу с ними коммуникацию. Вы существенно мешаете себе общаться и мешаете себе, возможно, заниматься тем, что вам не нравится. Да? Хотя не факт, что то, о чем вы говорите, вам не нравится. Может быть, вам это действительно подушило. Но, так или иначе, нужно, конечно, тут разбираться, разбираться более подробно. Вот. Не очень понятно, зачем переезжать в другой город. Вот. Ради обучения, тогда как можно получить обучение, образование дистанционно, просто несколько раз съездить в другой город, где вы, ну, собственно, будете обучаться. Это, опять же, у меня такое ощущение, да, что вы себе придумываете какие-то, знаете, оправдания. Либо только вот не выходить из своей зоны комфорта. Вот. Это неплохо, то, что вы не хотите выходить из своей зоны комфорта. Ну, я бы сказал, что ваша зона комфорта сама по себе вполне способна стать, что называется, больше. То есть она способна расшириться. Вот. Но для этого нужно, повторюсь, работать именно с вами. Для этого от вас должен идти именно, именно, запрос на, ну, на терапию, на психотерапию. Здесь. Вот. Пока что я этого запроса, запроса от вас не вижу и, соответственно, не совсем понятно, в чем ваш запрос. Папа, что вы, что именно вы хотите, чтобы мы вам подсказали. Вот. То есть такое ощущение, что вы действительно не знаете, не знаете, что вам делать, да, и хотите, чтобы мы вам подсказали, как себя, видите, это, ну, подсказали, что вам делать. Мы не можем сказать, что вам делать, потому что это ваша жизнь. Но. Вот. 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 Разобраться в себе. Ну, вам помочь, конечно же, можно. Это в наших, это вполне в наших, как, что называется, силах. Вот. Именно помочь вам разобраться в себе. Чтобы начать к этому двигаться, вам нужно увидеть общую картину вашей ситуации целиком. Да. Не так, как вы ее видите сейчас. Сейчас увидите кто, что вы боитесь, боитесь пошелять о своем выборе и так далее. Ну, вот все целиком. Нужно целиком увидеть эту картинку. И работать непосредственно с проблемой основной именно, что вы боитесь общения и нерасторопны. То есть страх общения, возможно, выступая здесь как индикатор низкой социализации, вот, как раз таки и создает у вас разного рода дефициты, вот, которые вначают вам в этом, ну, как бы, вот, в этом смысле, да, вот, вначают вам двигаться вперед. Хорошая новость заключается в том, что вам можно помочь. Хорошая новость заключается в том, что это решаемо. Вот, но для этого вам придется начать консультировать. Не буду скрывать, что так же меня в какой-то степени смутило то, что вы говорите про официальное трудоустройство. Вот, это опять же, вот, как будто вы вцепились в это трудоустройство, вот, и очень сильно боитесь его отпустить. Я думаю, что вам так же в известной степени не хватает знаний во своих сильных и слабых странах. Знание того, что я могу, знание того, какие у меня вообще есть возможности, какие у меня есть ресурсы, что я могу, что я вообще могу. Я думаю, что вам не хватает знаний о том, чего я хочу. То есть, как бы, тут вот тоже такая достаточно деликатная и тонкая история. Потому что от вашего текста вкладывается такое впечатление, что вы больше, вот, как-то считаете, что должны работать где-то хотя бы. Многие исходят это из, так скажем, вашего хочу. На мой взгляд, это способны уничтожить и, в общем-то, саботировать практически любую, ну, любую практически деятельность. Вот. На мой взгляд, это является довольно серьезной проблемой. Вот. Потому что вы можете себе, ну, на самом деле, просто устроить вот такой момент, да, что достаточно большое, достаточно, внушительное количество своего времени, просто пройдет впустую, ну, у вас, у вас может быть, да, такое чувство, у вас, может быть, такое ощущение, вот, что, ну, может быть, не все прямо зря, конечно. То есть вот именно зря-то все вряд ли. Вот. Но то, что вы можете почувствовать такое пробуксовывание, вполне может быть. И вот, чтобы этого не было, как раз, и необходимо учиться входить в контакт с, ну, вот, с собой. Как бы. Сейчас, на данный момент, вы этого не делаете. Отсюда вам кажется довольно угрожающим. то, что происходит. Ну, в вашей жизни. Вот. Ну, хорошая новость заключается в том, что все можно поправить, да. все, все можно скорректировать, было бы, что называется ваше желание. Вот. Ну, а пока вообще непонятно, есть ли у вас это желание, если да, то как оно выражается. Вот. Это просто пока есть, пока есть тревожность, некоторый страх. Вот. И неуверенность в своих, скажем так, приоритетах. А приоритеты, как вы знаете, штука очень важная. Она позволяет координировать ресурсы, которые у вас есть. И позволяет вам выбирать. Кстати, сближение с идеей выбора могло бы помочь вам куда лучше принимать и признавать то, что вы можете ошибаться. Да, вы можете пожалеть о чем угодно. И именно поэтому так важно. Именно поэтому так важно, чтобы вы выбирали то, что вам хочется. Чтобы вы выбирали больше сердца, чтобы вы выбирали больше интуиции, чтобы вы выбирали больше своими чувствами. Даже если это кажется неправильным. Вот вы говорите, например, что у вас нет возможности, скажем так, переехать в другой город. Я думаю, что это связано с тем, что нет возможности переехать в другой город так, как хочется вам. С тем уровнем комфорта, может быть, с тем уровнем удобств, может быть, туда, вероятно, вы плавали. У вас действительно такой возможности, скорее всего, нет. Но не обязательно иметь все эти удобства. Не обязательно совершенно переезжать так, как вы требуете. Можно переезжать, что называется, куда более экономичным способом. Да, придется рискнуть, конечно же. Но, как вы говорите, я бою сообщение, я нерасторопный. Повторюсь. Главный вопрос заключается в том, хотите ли вы, чтобы это изменилось? Если да, если да, то мы вам в этом поможем. Но это не такой быстрый процесс, потому что что-то мне подсказывает, что, несмотря на то, что вы вроде как человек в себе не уверенный достаточно, все же механизмы защиты у вас могут работать хорошо, раз они проявляют себя даже в тексте вопроса, который вы задаете. Только вы не замечаете, конечно же, этого, но это очень хорошо заметно со стороны. И вот от того, как вы относитесь к этой идее, от того, как вы относитесь к тому, о чем я сейчас сказал, например, Зависит то, как будет развиваться ваша жизнь дальше. Но мой взгляд на ваш вопрос можно отметить. Я надеюсь, что у меня это сделать получилось. Я желаю вам всего самого доброго и удачи, вы большая молодец, что начали говорить о том, что вас беспокоит. Я думал, что это достаточно хороший шаг. Вперед для нас, но это только первый шаг. Следующим шагом станет выбор психолога и начало работы. Продолжение следует... Продолжение следует...